14 сентября отмечается народный праздник «Семён-летопроводец». В православном календаре это день почитания святого Семёна Столпника. Другие названия этого праздника — Сёмин день, Семёнов день, Новолетие, Летопроводец, Первые осенины. По традиции в этот день совершались обряды, знаменующие приближение осени. В народе этот день назывался «Бабье лето» или «Проводы лета», так как именно с этого дня начинается осень. Это был важный день у наших предков. Считалось, что именно сегодня человек может сделать так, чтобы весь следующий год был зажиточным. Приметы раскроют особый секрет, благодаря которому человек может обрести богатство и счастье. В народе по народному календарю 14 сентября отмечают Семёна-летопроводца. Этот день назвали так, потому что, по поверьям, осень с этого времени полностью вступает в свои права, а значит, лето уже не вернётся до следующего года. Существовало у крестьян поверье, что в Семёнов день уже расползаются на три версты по окрестностям. Поэтому крестьяне, идя следом за змеёй, несли добытый из сухого дерева живой огонь и окуривали им землю. Считалось в народе, что этот ритуал защитит поля от завистливого взгляда и проделок нечисти. Замечали люди, что 14 сентября практически не видно воробьёв. Согласно поверью, их сегодня собирает чёрт и решает, сколько птиц у себя оставить, а сколько вновь отпустить на волю. Крестьяне спешили до Семёна-столбника убрать яровые, иначе посевы могут уничтожить предстоящие сильные ветра и обильные осадки. Обязательно пускали в поля скот, веря, что тогда животные весь год будут здоровыми. 14 сентября наступало бабье лето, поэтому по приметам и сегодняшней погоде предсказывали, какими будут остальные осенние месяцы. Если сегодня ненастье, будет сухо, если же знойно, осень будет сырая. На Семёна встречали осень и проводили обряд осенины. Пели песни, водили хороводы и устраивали осенние игрища. Богатые крестьяне ставили рядом со своими воротами пиво и брагу, а также пироги с разными начинками. Хозяин выходил со двора и зазывал к себе хороводников, угощая их. После предлагали угощение старикам, нищим и сиротам. 14 сентября зажигали новый огонь в домах. На ночь оставляли только лампадный, а поутру пожилые терли сухое дерево от дерева, а молодежь зажигала спицей новое пламя, которое использовали для разжигания печей, для топки бань и зажигания свечей. Семёнов день было принято переезжать в новые избы и отмечать новоселье. Согласно поверью, это принесёт новым жильцам счастье. В этот день проводили ритуал, чтобы быть красавицей. Для этого 14 сентября девушка наряжалась и наводила румянец. После этого глядела в зеркало, приговаривая такие слова. «Как в зеркале при лестнице гляжусь, по жизни такой останусь. Не спадёт с меня никогда красота. Писаной красавицей буду я». Потом обходила трижды вокруг дома против часовой стрелки. Заходила в дом и плевала через левое плечо. В этот день происходят проводы лета. Начинается осень. Самая славная её пора – бабье лето. Чтобы день принёс удачу, его нужно провести радостно, весело, в компании, будто сегодня большой праздник. Желательно собраться с родными и друзьями, празднуя окончание лета. Особый секрет богатства и счастья в этот день в том, что за столом обязательно должно быть пиво. Хозяин семьи должен проставиться пивом на всех гостей. Тогда у него весь следующий год будет зажиточным. А все, кто выпьет сегодня пиво, будут жить гораздо счастливее. Также люди 14 сентября наряжаются в праздничные белые одежды. Это приносит удачу. Приметы на 14 сентября говорят, что сегодня лучший день для переезда в новый дом или в новую страну. Это отличное время для путешествий. Если въехать в новое жильё сегодня, то жизнь будет успешной и счастливой. Также приметы на 14 сентября говорят, что сегодня нужно хоронить мух и тараканов. Считается, что если убить сегодня этих насекомых и похоронить их, то они навсегда покинут жилище. Согласно народным приметам, считается, что какая погода в бабье лето 14 сентября, такой и осень будет. Если жаркий день сегодня, осень будет дождливой. Если ненастье, то осень будет тёплой и сухой. Тепло в этот день, и вся зима будет тёплой. Приметы на 14 сентября говорят, что как этот день проведёшь, таким и год будет. Чтобы было богатство, нужно проставляться пивом и пить пиво. Чтобы не было тараканов в доме, их нужно сегодня похоронить. Наши предки верили, что самое подходящее время для начала новой жизни – это 14 сентября, Симеонов день. Ведь не даром именно сегодня крестьяне зажигали в домах новый огонь. Именно с этим поверьем связана и основная народная примета этого дня, которая гласит, что 14 сентября на Симеона нельзя жить по-старому. На Руси именно на сегодняшнюю дату даже планировали новоселье. И поэтому, если есть возможность переехать, то нужно обязательно это сделать. Тогда хозяева будут жить в счастье и в радости. Если же переезд вы не планируете, то 14 сентября желательно сделать перестановку в доме или же поменять шторы, гардины, покрывала на другие, внести любую новизну в свой интерьер. По примете, не рекомендуется Симеона в день проводить с прежним светом, освещением, иначе очень скоро о себе напомнят давние проблемы. Надо, чтобы самый старший член семьи выкрутил лампочку входной двери, а подросток крутил новую. Если молодежи в доме нет, то можно об этой услуге попросить знакомого или родственника подросткового возраста. 14 сентября нельзя выбрасывать остатки еды со стола. Их надо отдать нуждающимся. Тогда в семье всегда будет достаток и благополучие. Кстати, день Симеона столбника очень хорошо подходит и для благотворительности. Можно передать вещи в приют, в детские дома, перевести доступную сумму на счет больных или обездоленных. Древними поверьями запрещено 14 сентября выкидывать убитых мух, тараканов, клопов и других насекомых. Иначе их в следующем году еще больше будет. Насекомое нужно положить в разрезанный овощ или фрукт, который после этого нужно закопать у дерева. Нельзя 14 сентября выражать негативные эмоции. Нужно, чтобы сегодняшний день прошел в позитивном настрое. Тогда впереди будет ждать везение и удача. Не рекомендуется в Сименов день подметать пол. Вместе с мусором можно вынести из дома достаток, благополучие и здоровье. Кстати, по этой же причине не стоит и пылесосить. Нельзя, чтобы 14 сентября трехлетние мальчики были с длинными волосами. По старинной традиции в день Симеона трехлеток нужно обязательно постричь или хотя бы срезать клок волос. Считается, что тогда из мальчика вырастет сильный и волевой мужчина. Кстати, стрижка 14 сентября рекомендована не только трехлетним мальчикам, но и всем детям. На Руси верили, что если в Симена в день постричь ребенка, это значит забрать у него все беды и горести. Народе говорили, Симен лето провожает, бабье лето наводит. Если день ясный, до начала зимы будет тепло. Если дует южный ветер, значит зима будет теплой. Если птицы уже улетели на юг, зима наступит рано. Если много паутины на полях, осень будет долгой. Калина, Семен, день не убраны колоссовые, считай пропал урожай. Зерно выпало наземь. Дождь с Симена в день, значит осень будет дождливая. В народе считалось, что рожденные в этот день любят одиночество. Счастье к ним приходит только после достижения 20-летнего возраста. Родившимся 14 сентября всю оставшуюся жизнь будет сопутствовать счастье. Носить им следует амазонит, как оберег. 14 сентября именины отмечают Айфал, Иисус и Семен. А также женщины с именами Марфа и Марта. А также Наталья и Татьяна. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!